Константин был вынужден бросить работу в службе такси. Сейчас садится за руль, только если нужно ехать по личным делам. Говорит, на протяжении года каждая рабочая смена превращалась в кошмар. Постоянно озирался по сторонам. Я считал, что 90-е годы уже давно в прошлом. Люди подготовлены, общались. Не просто, а угрожали конкретно. Что если будете платить, то будет всё хорошо. Он и сегодня просит не показывать его лицо. Люди запуганы. Те, кто отказывался платить, на следующий день, как правило, отправлялись в автомастерскую. И это в лучшем случае. Утром просыпались, выходили, машина облита краской или жидкостью для снятия краски. Или же пробивались резины. То есть разные были случаи. И гружали физической расправой. Такие порядки действовали в городе два года. На каждый день недели и парковочное место для авто была назначена своя такса. За работу в будний день вымогатели требовали с водителей такси 5 рублей. В 10 уже оценивалась ночная смена с пятницы на субботу. Продавали даже недельные абонементы. Чтобы спокойно работать в этом месте 7 дней, надо было заплатить 30 рублей. Под покровительством вымогателей, по данным следователей, были стоянки у самых популярных развлекательных заведений города. В ночную смену там работали до 50 машин. Сколько ещё водителей неофициально выходили на маршрут и платили дань, неизвестно. О поборах, уверяют водители, в службах такси долгое время не знали. Когда по городу поползли слухи, в дело вмешались силовики. После того, как банду задержали, выяснилось, у каждого её участника за плечами криминальное прошлое. Лидер группы 83-го года рождения, ранее судимый, имел некоторое влияние в криминальной среде города. Сотрудниками 7-го управления были задокументированы конкретные факты преступной деятельности группы. Четверым мужчинам, возраст которых от 28 до 32 лет, следователями предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору под угрозой применения насилия потерпевшим и повреждения имущества. Задержанным, если их вина будет доказана, грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи устанавливают точное количество пострадавших, пока лишь три водителя такси написали заявление. Всего же в Витебске их около 700. Олег Шапель, Олег Грюнов. Наши новости. Витебская область.